Привет, мой милый друг! Вот почти и прошли новогодние каникулы, а это значит, что нам пора снова выпускать новые сказки. На прошлом ролике Котик Шоу в комментариях вы проголосовали за то, какая будет у нас следующая сказка. Но голосов, как оказалось, было не так уж и много, но по итогам из нескольких голосов вы выбрали сказку Котенок и Потерянное Время. Поэтому присаживайтесь поудобнее и слушаем до конца третью серию сказки. А перед началом хочу поблагодарить всех своих подписчиков за вашу активность, лайки и комментарии под роликом. А самые активные у нас Влада Камарурова, Данил Старьков, Ноунейм и Лена Войгачева. Спасибо вам также за ваши поздравления с небольшим юбилеем моего канала в 1000 подписчиков. Это очень здорово и мы на правильном пути. Ребята, делать сказки в последнее время мне становится затруднительно. Это связано с некоторыми событиями в моей жизни, с моим небольшим свободным временем и так далее. Но это не так уж и важно. Самое главное это то, что я вас хочу попросить придать мне больше мотивации. В виде ваших комментариев под роликами, что все это вам действительно нравится и я не зазря тружусь. Посоветуйте своим друзьям и подругам мой канал, поделившись роликами в WhatsApp и в других приложениях. И я обещаю, что ролики будут выходить стабильно и часто. Ну а мы начинаем. На улице светило ярко солнце. Где-то высоко-высоко у самих облаков летали птички, словно маленький свободный народец, который мог путешествовать туда, куда захотят. Вдруг из какого-то дома на улицу выбежал маленький рыженький котенок, который взглянул на небо и увидел этих птичек. Ура! Наконец-то меня выпустили на улицу. Теперь я все исследую. Он бегал по двору, гоняясь то за мухами, то за бабочками, то просто заглянет за гору какого-то хлама, уже годами лежавшего на одном и том же месте, и осмотрев все вокруг, пойдет дальше. Вдруг он увидел на траве какого-то смиренно сидевшего старого рыжего кота, который, закрыв глазки, думал о чем-то своем. Котенок, принюхиваясь к земле, осторожно подошел к нему и сказал «Здравствуйте, дяденька!» Кот приоткрыл глаза, прищурился, увидев перед собой котенка и ответил «Привет!» «Как вас зовут?» «Тишка! А тебя?» «Меня Мурзик!» «Я вот только недавно впервые вышел на улицу самостоятельно, уже почти как взрослый!» В ответ старый кот только чуть улыбнулся, отчего котенок решил спросить «А вы, наверное, уже давным-давно все вокруг исследовали! Вы уже настолько взрослые, что аж немножко старый, но, наверное, и знаете много всего!» Старый рыжий кот отвел взгляд от котенка куда-то в сторону, он засопел носиком, тяжело вздыхая, сказал «Ты сказал давным-давно?» «Да! А такое чувство, будто еще вчера!» «Знаешь что, малыш, если ты когда-нибудь захочешь, чтобы поскорее прошел хоть один день из твоей жизни, помни, что этот день пройдет и больше никогда не вернется!» «Тот малыш, которым ты был вчера, так и останется в прошлом, о котором ты будешь вспоминать день ото дня все с большей грустью, осознавая потерю времени и молодости, и не будет возможности вернуть все обратно, как бы ты ни хотел! Ведь ничего нет прекрасного на свете, чем быть молодым и красивым! Дорожи этим!» «А... сильные слова, конечно, только я их не совсем понял!» «Просто наслаждайся каждым днем, малыш, и цени все, что у тебя есть!» Сказал с грустью Тишка и снова посмотрел куда-то вдаль. Котенок почувствовал, что Тишка о чем-то грустит или жалеет. Он обходил его вокруг и принюхивался к нему, а кот словно статуя сидел на своем месте ровно и неподвижно. «А что вы такой грустный, Тишка? Может, я могу чем-то вам помочь?» «Помочь? Ну, возможно, и можешь. У меня к тебе будет маленькая просьба. Ты еще очень молодой, и зрение у тебя зоркое. Ты бы не мог отыскать одного ворона здесь в окрестностях. Он такой старый и смотрит как-то странно, словно охотится на тебя. А если вдруг он решит с тобой поговорить, то ни в чем с ним не соглашайся и никуда не ходи. Просто если увидишь его, сообщи мне, пожалуйста, и все». «Хорошо. Я, конечно, не обещаю, что найду его, но если увижу, то сразу же скажу». Сказал котенок и побежал дальше, радуясь свободе и хорошей погоде. А Тишка продолжил сидеть на месте, обдумывать свои мысли и грустить. Через некоторое время к нему подбежала Мурка. «Тишка, как ты?» «Нормально, только дышать немножко тяжеловато, будто воздуха мало. И вижу я плохо, и слышу тоже. И забываю вообще все время о том, что я старый дряхлый кот». «Эй, не отчаивайся!» «Знаешь, можно, конечно, оставшуюся часть жизни привести здесь, постоянно грустить и жалеть себя. А можно попробовать сделать то, что ты всегда хотел, когда был котенком?» «Например, что?» «Я могу тебе показать странных котов у нас в окрестностях. Мы с подружками частенько к ним ходили и разговаривали с ними». «А что в них странного?» «Пойдем, покажу». Мурка проводила Тишку до соседнего дома через дорогу, после чего они забрались на забор. «Вот, смотри!» Сказала Мурка и указала на какого-то серого кота, у которого была немного странная мордочка. «Это кот Федя. У него немного странная мордочка, за что его здесь некоторые называют космонавтом. Но это так, в шутку. Федя – хороший кот, очень добрый и смышленый. Вот сейчас я его позову, сам увидишь». «Эй, Федя! Привет!» Кот обернулся на Мурку. «Привет, Мурка!» И подбежал к ним с забавной походкой. Тишка сблизи разглядел кота, и действительно, у него была какая-то странная мордочка, как будто он все время что-то хочет у кого-то спросить. «Познакомься, это Тишка, мой братишка!» «Привет, Тишка, братишка!» «Только он похож на дедушку больше, чем на братишку!» «Это потому, что какой-то ворон сказал ему пройти через один волшебный тоннель. А если пройти через него, то становишься сразу взрослым. А потом он решил пройти его с другой стороны, потому что подумал, что пойдет обратный процесс, и он снова омолодится. Но он стал старым котом». «Федя встал и замер на месте!» «Он удивился или он всегда такой удивленный?» «Он же космонавт! Со спутником сигнал настраивает!» «Со спутником?» «Да я шучу!» «Федя, скажи что-нибудь! Ты чего замер-то?» «Я вспомнил!» «Что ты вспомнил?» Вдруг удивились Тишка и Мурка с надеждой. «Я вспомнил! Где моя любимая игрушка лежит?» «Тьфу ты, Федя! Я на секунду подумала, что ты в теме!» «Какая игрушка?» «Да не обращай внимания! Он на своей волне летает!» «Мы иногда подшучиваем над ним, когда скучно!» «Но нельзя шутить над ним! Он же не виноват в том, что он такой!» «Ну, Тишка, иногда нам скучно! А мы же не обижаем его, а наоборот дружим с ним и разговариваем!» «Я вспомнил!» Вдруг снова сказал Федя. «Что в этот раз вспомнил? Где лежит твой любимый костюмчик?» «Туннель, который сделал мою маму маленькой!» Тут Тишка и Мурка внимательно примкнули взглядом на Федю и затихли не на шутку в ожидании, что Федя продолжит, но он продолжал молчать. «Ну, рассказывай нам!» «Что рассказывать?» «Про тоннель! Ты только что сказал, что он сделал твою маму маленькой!» «Ах, да!» «Сказал Федя и снова затих!» «Ммм! Это будет сложно!» «Федя! Я был маленьким котенком, и по своей глупости из-за этого тоннеля я стал старым котом, у которого не так уж и много времени!» «Я уже чувствую, как слабею с каждым часом!» «Помоги нам, пожалуйста!» «Расскажи просто, что ты знаешь про этот тоннель!» «Тоннель сделал мою маму маленьким котенком!» «Как?» «Она рассказывала, как один раз к ней подлетела маленькая птичка и сказала, что может сделать ее снова котенком!» «Мама не поверила сначала в это, но ради интереса решила пойти с птичкой в лес!» «Она прошла через тоннель?» «Нет!» «Она рассказывала, как через тоннель прошла птичка, а сама она осталась сверху тоннеля, на какой-то круглой плите с рисунками!» «Через некоторое время она стала маленьким котенком, а птичка, наоборот, стала большой!» «Птичка! А мы ведь и не видели этот тоннель сверху!» «Может, ворон хотел омолодить себя и использовал тебя, чтобы сделать это?» «Точно! Я помню, когда еще в первый раз прошел через этот тоннель, рядом пролетела какая-то птица! Видимо, это и был ворон, просто помолодевший!» «Спасибо, Федя! Помог ты нам очень сильно!» «Да не за что, ребята! Заходите в гости почаще!» Сказал кот Федя, вернуться обратно к себе домой «Нам надо найти этого ворона и сделать так, чтобы уже он прошел через этот тоннель, а ты забрался наверх и вернул свое время обратно!» «Тишка и Мурка начали снова искать ворона, только уже молодого!» «Они осмотрели сеновал, заглянули на чердак своего дома, облюбовали все крыши и кромки деревьев, но нигде его не было!» В один момент Тишка остановился, присел на землю, тяжело вздыхая, и сказал «Мурка, я устал, и спать сильно хочется! Если мы не сможем найти этого ворона, и я так и не смогу стать снова котенком, сможем, Тишка, не отчаивайся!» «Нет, дослушай меня, пожалуйста! Если у нас ничего не получится, я хочу, чтобы ты знала, я всегда злился на тебя из-за всяких пустяков! Тебе все разрешали, а мне нет! Ты всегда лежала тихо и спокойно, а меня тискали и хватали, как игрушку! И я тебе просто завидовал! Я хотел быть таким, как ты, неприкосновенным и взрослым! Прости меня за то, что я тебя не слушался!» «Я на тебя и не злилась никогда, Тишка! Ты же мой братишка!» У Тишки заблестели глаза от слез, и он слегка улыбнулся. «Я и не догадывался никогда, что у меня лучшая сестра на свете!» После этого он обнял Мурку. И вдруг рядом они услышали. «Дядя Тишка! Дядя Тишка!» Они обернулись и увидели котенка Мурзика, который бежал прямо к ним. «Я не смог найти того ворона!» «Ничего страшного, малыш!» «Но когда я проходил рядом с лесом, я услышал, как кто-то каркает и зовет на помощь!» «Когда я подбежал к этому звуку, я увидел маленького вороненка!» «Он сказал, что ему нужна помощь, ведь он не может летать, так как крылышки еще совсем слабенькие!» «Я спросил у него, что может он упал с дерева, а он сказал, что ему нужен какой-то старый рыжий кот!» «Я сразу на вас подумал и прибежал сюда!» Мурка посмотрела на Тишку и сказала, «Это тот ворон! Видимо, он стал птенчиком из-за того, что ты еще раз прошел через тоннель, Тишка!» «Иди нас к нему!» Ну а продолжение этой сказки выйдет в следующий раз! Если тебе понравилась третья часть сказки «Котенок и потерянное время», то напиши в комментариях «Хочу продолжение!» Но перед этим не забудь поставить лайк и подписаться на канал! А чтобы случайно не пропустить его, нажми на колокольчик, и ты первым посмотришь продолжение! Спасибо, что досмотрели это видео до конца! Будьте всегда здоровы и счастливы! Прощание сказочный этюд, но надо бы уже прощаться! Надеюсь, я создал уют! В твоей душе, мой милый друг! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok